В рамках реализации народной программы «Единой России» сейчас полным ходом идет капитальный ремонт в Правдинской школе номер 2. На объекте трудится 31 человек. Все идет согласно графику. Как проходит капремонт, сегодня посмотрел глава округа Максим Красноцветов вместе со своими заместителями и подрядчиком. Сейчас на объекте ведутся демонтажные работы. Напомним, здание школы 1964 года постройки. В ремонте оно нуждается уже давно. Сегодня в результате рабочего совещания было принято решение по видоизменению некоторых помещений, которые здесь находятся, организация помещения под подогрев пищи, потому что в данном учебном заведении привозное питание, оно здесь не готовится. Поэтому организуем помещение под подогрев и организуем небольшой новый актовый зал. Завершить все работы в Правдинской второй школе планируют к первому сентября этого года. На время капитального ремонта учащихся перевели в другие корпуса – Правдинскую первую и 12-ю школу в Заветах Ильича. В микрорайон глава тоже заехал. В Заветах Ильича идет строительство школы на 550 мест. Готовность объекта – 26%. Сейчас ведут монолитные работы и проводят коммуникации. В строящейся школе будет 36 классов, актовый зал на 200 мест, а также обеденный зал на 275 посадочных мест. Достаточно сложный объект. Подрядчик работает уверенно, работает не первый день и знает, что делает. Проблематика, конечно, есть. Есть проблемы с теплоснабжением, потому что достаточно большая удаленность до объекта производства тепловой энергии. Но это все вопросы решаемые. Сейчас работы идут согласно графику. Ввод школы мы планируем в 2024 году. Котельную, которая будет отапливать будущую школу, Максим Красноцветов тоже посетил. На котельной глава пообщался с персоналом. Отметил, что на объекте порядок и чистота, а люди добросовестно относятся к своей работе. Мы сегодня проговорили строительство теплотрассы, подключение мощности, гидравлические режимы, в которых работает котельная, с чем придется столкнуться нам при подключении вновь строящейся школы. Свою рабочую поездку глава завершил в микрорайоне Клязьма. Максим Красноцветов посетил поликлинику. Здесь есть проблема с котельной. Этот вопрос обсуждали и в ходе вчерашнего визита в округ областного министра здравоохранения. На территории поликлиники находится котельная. Она построена в 2019 году. Оборудование новое, все работает. Но вопросы эксплуатации объекта решает та же компания, которая ее и строила. Это создает неудобства. Плюс есть проблемы с горячим водоснабжением медучреждения. Сегодня принято решение эту котельную передать, передать в обслуживание обслуживающей организации, запустить эту автоматику в том режиме, в котором она должна работать и по большому счету организовать нормальный рабочий цикл эксплуатации этого оборудования. Это первое. Второе – это горячая вода, которая идет на поликлинику. Это надо или восстановить старую систему, которая есть, и применить ее сейчас на вот это оборудование, которое находится в этой котельной. Или выполнить монтаж нового. Но я думаю, что в ближайшие 2-3 дня мы проведем обследование, поймем, какие варианты развития событий возможны, и исходя из логики и здравого смысла, в ближайшее время эта ситуация будет закончена. Евгения Коломеец, Владимир Парфенов, Яков Глейзер. Новости Большого округа.